Марк Твен Людоедство в поезде Не так давно я ездил в Сент-Луис. По дороге на запад на одной из станций, уже после пересадки в Терри-Хотт, что в штате Индиана, к нам в вагон вошел приветливый, добродушного вида джентльмен лет сорока пяти-пятидесяти и сел рядом со мной. Около часу толковали мы с ним о всевозможных предметах, и он оказался умным и интересным собеседником. Услышав, что я из Вашингтона, он тут же принялся расспрашивать меня о видных государственных деятелях, о делах в Конгрессе, и я скоро убедился, что говорю с человеком, который прекрасно знает всю механику политической жизни столицы, все тонкости парламентской процедуры обеих наших законодательных палат. Случайно возле нашей скамейки на секунду остановились двое, и до нас донесся обрывок их разговора. — Гаррис, дружище, покажи мне эту услугу, век тебя буду помнить. При этих словах глаза моего нового знакомого вдруг радостно заблестели. — Видно, они навеяли ему какое-то очень приятное воспоминание, — подумал я, но тут лицо его стало задумчивым и помрачнело. Он повернулся ко мне и сказал, — Позвольте поведать вам одну историю, раскрыть перед вами тайную страничку моей жизни. Я не касался ее ни разу с тех пор, как произошли те далекие события. Слушайте внимательно и обещайте не перебивать. Я обещал, и он рассказал мне следующее удивительное происшествие. Голос его порой звучал вдохновенно, порой в нем слышалась грусть, но каждое слово от первого до последнего было проникнуто искренностью и большим чувством. Рассказ незнакомца Так вот, 19 декабря 1853 года выехал я вечерним чикагским поездом в Сент-Луис. В поезде было 24 пассажира и все мужчины, ни женщин, ни детей. Настроение было превосходное, и скоро все перезнакомились. Путешествие обещало быть наиприятнейшим, и помнится, ни у кого из нас не было ни малейшего предчувствия, что вскоре нам предстоит пережить нечто поистине кошмарное. В 11 часов вечера поднялась метель. Проехали крохотное селение Уэлден, и за окнами справа и слева потянулись бесконечные унылые прерии, где не встреча с жилья на многие мили вплоть до самого джубили-сеттельмента. Ветру ничто не мешало на этой равнине. Ни лес, ни горы, ни одинокие скалы, и он неистово дул, крутя снег, напоминавший клочья пены, что летают в бурю над морем. Белый покров рос с каждой минутой. Поезд заметил ход. Чувствовалось, что паровичку все труднее пробиваться вперед. То и дело мы останавливались среди огромных белых валов, встававших на нашем пути подобно гигантским могилам. Разговоры стали смолкать. Недавнее оживление уступило место угрюмой озабоченности. Мы вдруг отчетливо представили себе, что можем очутиться в снежной ловушке посреди этой ледяной пустыни в пятидесяти милях от ближайшего жилья. В два часа ночи странное ощущение полной неподвижности вывело меня из тревожного забытья. Мгновенно пришла на ум страшная мысль. Нас занесло. Все на помощь, пронеслось по вагонам, и все как один мы бросились исполнять приказания. Мы выскакивали из теплых вагонов прямо в холод, в непроглядный мрак. Ветер обжигал лицо, стеной валил снег. Но мы знали. Секунда промедления грозит всем нам гибелью. Лопаты, руки, доски, все, чем было можно разгребать снег, пошло в ход. Это была странная, полуфантастическая картина. Горско людей отчаянно воюют с растущими на глазах сугробами. Суетящиеся фигурки то исчезают в черноте ночи, то возникают в красном тревожном свете от фонаря локомотива. Потребовался лишь один короткий час, чтобы мы поняли всю тщетность наших усилий. Не успевали мы раскидать одну снежную гору, как ветер на металл на дороге десятки новых. Но хуже было другое. Во время последнего решительного натиска на врага у нашего паровичка лопнула продольная ось. Расчистим и все полотно, мы и тут не смогли бы двинуться с места. Вывившись из сил, удрученные, разошлись мы по вагонам. Расселись поближе к огню и стали обсуждать обстановку. Самое ужасное было то, что у нас не было никакой провизии. Замерзнуть мы не могли, на паровозе полный тендер дров — наше единственное утешение. В конце концов, все согласились с малоутешительным выводом кондуктора, который сказал, что любой из нас погибнет, если рискнет отправиться по такой погоде за пятьдесят дней. Значит, на помощь рассчитывать нечего. Посылай, не посылай, все бестолку. Остается одно — терпеливо и покорно ждать чудесного спасения или голодной смерти. Понятно, что и самое мужественное сердце должно было дрогнуть при этих словах. Прошел час. Громкие разговоры смолкли. В короткие минуты затишья там и сям слышался приглушенный шепот. Пламя в лампах стало гаснуть. По стенам поползли дрожащие тени. И несчастные пленники, забившись по углам, погрузились в размышления, стараясь по возможности забыть о настоящем или уснуть, если придет сон. Бесконечная ночь длилась целую вечность. Нам и в самом деле казалось, что ей не будет конца. Медленно убывало час за часом. И, наконец, на востоке забрежил серый студенный рассвет. Становилось светлее, пассажиры задвигались, закопошились. Тот поправляет съехавшую на лоб шляпу, этот разминает затекшие руки и ноги, и все, едва пробудившись, тянутся к окнам. Глазам нашим открывается все та же безрадостная картина. Увы, безрадостная. Никаких признаков жизни, ни дымка, ни колеи. Только беспредельная белая пустыня, где на просторе гуляет ветер, волнами ходит снег и мириады взвихренных снежных хлопьев, густой пеленой застилают небо. Весь день мы в унынии бродили по вагонам, говорили мало, больше молчали и думали. Еще одна томительная, бесконечная ночь. И голод. Еще один рассвет. Еще один день молчания, тоски, изнуряющего голода, бессмысленного ожидания помощи, которой неоткуда прийти. Ночью в тяжелом сне праздничные столы, ломящиеся от язв. Утром горькое пробуждение, снова муки голода. Наступил четвертый день и прошел. Наступил пятый. Пять дней в этом страшном заточении. В глазах у всех прятался страх голода. И было в их выражении нечто такое, что заставляло содрогнуться. Взгляд выдавал то, пока еще неосознанное, что поднималось в каждой груди и чего никто еще не осмеливался вымолвить. Миновал шестой день. Рассвет седьмого занялся над исхудалыми, измученными, отчаявшимися людьми, на которых уже легла тень смерти. И час пробил. То неосознанное, что росло в каждом сердце, было готово сорваться с каждых уст. Слишком большое испытание для человеческой природы дольше терпеть не в богату. И Ричард Ха Гастон из Миннесоты, длинный, бледный, тощий, как скелет, поднялся с места. Мы знали, о чем он будет говорить, и приготовились. Всякое чувство, всякий признак волнения упрятаны глубоко. В глазах только что горевших безумием лишь сосредоточенное строгое спокойствие. Джентльмены, медлить дольше нельзя. Время не терпит. Мы с вами сейчас должны решить, кто из нас умрет, чтобы послужить пропитанием остальным. Следом выступил мистер Джон Д. Уильямс из штата Иллинойс. «Господа, я выдвигаю кандидатуру преподобного Джеймса Сойера из штата Теннисси». Мистер У. Р. Адамс из штата Индиана сказал «Предлагаю мистера Дэниела Слоута из Нью-Йорка». Мистер Чарльз Д. Лэнгдон «Выдвигаю мистера Сэмуэла А. Боэна из Сент-Луиса». Мистер Слоут «Джентльмены, я хотел бы отвезти свою кандидатуру в пользу мистера Джона А. Ван Ностронда-младшего из Нью-Джерси». Мистер Гастон «Если не будет возражений, просьбу мистера Слоута можно удовлетворить». Мистер Ван Ностронда возражал, и просьбу Дэниела Слоута не удовлетворили. С самоотводом выступили также господа Сойер и Боэн. Самоотвод их на том же основании не был принят. Мистер А. Л. Баском из штата Огайо «Предлагаю подвести черту и перейти к тайному голосованию». Мистер Сойер «Джентльмены, я категорически возражаю против подобного ведения собрания. Это против всяких правил. Я требую, чтобы заседание было прервано. Надо, во-первых, избрать председателя, затем в помощь ему заместителей. Вот тогда мы сможем должным образом рассмотреть стоящий перед нами вопрос, сознавая, что ни одно парламентское установление нами не нарушено». Мистер Билл из Айовы Господа, я протестую. Не время и не место разводить церемонии и настаивать на пустых формальностях. Вот уже семь дней у нас не было во рту ни крошки. Каждая секунда, истраченная на пустые пререкания, лишь удваивает наши муки. Что касается меня, я вполне удовлетворен названными кандидатурами, как, кажется, и все присутствующие. И я со своей стороны заявляю, что надо без промедления приступить к голосованию и избрать кого-нибудь одного, хотя, впрочем, можно и сразу нескольких. Вношу следующую резолюцию. Мистер Гастон По резолюции могут быть возражения. Кроме того, согласно процедуре, мы сможем принять ее только по истечении суток с момента прочтения. Это лишь вызовет, мистер Билл, столь нежелательную для вас проволочку. Слово предоставляется джентльмену из Нью-Джерси. Мистер Ван Ностранд «Господа, я чужой среди вас, и я вовсе не искал для себя столь высокой чести, какую вы мне оказали. Поймите, мне кажется неудобным...» Мистер Морган из Алабамы, прерывая. «Поддерживаю предложение мистера Сойера». Предложение было поставлено на голосование. И прения, как полагается, были прекращены. Предложение прошло. Председателем избрали мистера Гастона, секретарем мистера Блейка. В комиссию по выдвижению кандидатур вошли господа Холком, Дайер и Болдуин. Для содействия работе комиссии был избран Р.М. Хоуман по профессии поставщик продовольственных товаров. Объявили получасовой перерыв. Комиссия удалилась на совещание. По стуку председательского молотка участники заседания вновь заняли места. Комиссия зачитала список. В числе кандидатов оказались господа Джордж Фергюсон из штата Кентукки, Лусьен Херман из штата Луизиана и У. Мессик, штат Колорадо. Список в целом был одобрен. Мистер Роджерс из штата Миссури Господин председатель, я вношу следующую поправку к докладу комиссии, который на сей раз был представлен на рассмотрение палаты в соответствии со всеми правилами процедуры. Я предлагаю вместо мистера Хермана внести в список известного и всеми уважаемого мистера Гарриса из Сент-Луиса. Господа, было бы ошибкой думать, что я хоть на миг подвергаю сомнения высокие моральные качества и общественное положение джентльмена из Луизианы. Я далек от этого. Я отношусь к нему с не меньшим почтением, чем любой другой член нашего собрания. Но нельзя закрывать глаза на то обстоятельство, что этот джентльмен потерял весь из-за времени нашего пребывания здесь значительно более других. Никто из нас не имеет права закрывать глаза на тот факт, господа, что комиссия, не знаю просто ли по халатности или из каких-либо неблаговидных побуждений, пренебрегла своими обязанностями и представила на голосование джентльмена, в котором, как бы ни были чисты его помыслы, слишком мало питательных веществ. Председатель Мистер Роджерс, лишаю вас слова. Я не могу допустить, чтобы честность членов комиссии подвергали сомнению. Все недовольства и жалобы прошу подавать на рассмотрение в строгом соответствии с правилами процедуры. Каково мнение присутствующих по этой поправке? Мистер Холидей из штата Виргиния. Вношу еще одну поправку. Предлагаю заменить мистера Мессика мистером Харвием Дэвисом из штата Орегон. Мне могут возразить, что полное лишение и трудности жизни далеких окраин сделало плоть мистера Дэвиса чересчур жесткой. Но, господа, время ли обращать внимание на такие мелочи, как недостаточная мягкость? Время ли придираться к столь ничтожным пустякам? Время ли проявлять чрезмерную разборчивость? Объем — вот что интересует нас прежде всего. Объем, вес и масса. Теперь это самые высокие достоинства. Что там образование, что талант, даже гений. Я настаиваю на поправке. Мистер Морган. Горячас. Господин председатель, я самым решительным образом протестую против последней поправки. Джентльмен из Орегона уже весьма немолод. Объем его велик, не спорю. Но это все кости, отнюдь не мясо. Быть может, господину из Виргинии будет довольно бульона. Я лично предпочитаю более плотную пищу. Уж не издевается ли он над нами? Он что, хочет накормить нас тенью? Не смеется ли он над нашими страданиями, подсовывая нам этого орегонского призрака? Я спрашиваю его, как можно смотреть на эти умаляющие лица в эти полные скорби глаза? Как можно слышать нетерпеливое биение наших сердец и в то же время навязывать нам этого заморенного голодом обманщика? Я спрашиваю мистера Холидея, можно ли, помня о нашем бедственном положении, о наших прошлых страданиях, о нашем беспросветном будущем, можно ли, я спрашиваю, так упорно всучивать нам эту развалину, эти живые мощи, эту костлявую, скрюченную болезнями засохшую обезьяну, поступившую к нам с негостеприимных берегов Орегона? Нельзя, господа, ни в коем случае нельзя. Аплодисменты. Поправка была поставлена на голосование и после бурных прений отклонена. Что касается первого предложения, оно было принято, и мистера Гарриса внесли в список кандидатов. Началось голосование. Пять раз голосовали без всякого результата, на шестой выбрали Гарриса. За голосовали все, против был только сам мистер Гаррис. Предложили проголосовать еще раз, хотелось избрать первого кандидата единогласно. Это, однако, не удалось, ибо и на сей раз Гаррис голосовал против. Мистер Радвей предложил перейти к обсуждению следующих кандидатов и выбрать кого-нибудь на завтрак. Предложение приняли. Стали голосовать. Мнения присутствующих разделились. Половина поддерживала кандидатуру мистера Фергюсона по причине его юных лет, другая настаивала на избрании мистера Мессика, как более крупного по объему. Президент высказался в пользу последнего, голос его был решающим. Такой оборот дело вызвал серьезное неудовольствие в лагере сторонников потерпевшего поражения Фергюсона. Был поднят вопрос о новом голосовании, но кто-то вовремя предложил закрыть вечернее заседание, и все быстро разошлись. Подготовка к ужину завладела вниманием Фергюсоновской фракции, и они позабыли до поры до времени свои огорчения. Когда же они снова принялись было сетовать на допущенную по отношению к ним несправедливость, подоспела счастливая весть, что мистер Гаррис подан, и все их обиды как рукой сняла. В качестве столов мы использовали спинки сидений. Сердцами, исполненными благодарности, рассаживались мы за ужин, великолепие которого превзошло все созданное нашей фантазией за семь дней голодной пытки. Как изменились мы за эти несколько коротких часов! Еще в полдень тупая, безысходная скорбь, голод, лихорадочное отчаяние, а сейчас, какая сладкая стома на лицах, в глазах признательность, блаженство такое полное, что нет слов его описать. Да, то были самые счастливые минуты в моей богатой событиями жизни. Снаружи выла вьюга, ветер швырял снег о стены нашей тюрьмы, но теперь ни снег, ни вьюга были нам не страшны. Мне понравился Гаррис. Вероятно, его можно было приготовить лучше, но, уверяю вас, ни один человек не пришелся мне до такой степени по вкусу, ни один человек не возбудил во мне столь приятных чувств. Мессик был тоже не дурен, правда, с некоторым привкусом, но Гаррис... Я, безусловно, отдаю ему предпочтение за высокую питательность и какое-то особенно нежное мясо. У Мессика были свои достоинства, не хочу и не буду их отрицать, но, сказать откровенно, он подходил для завтрака не больше, чем мумия. Мясо жесткое, нежирное, такое жесткое, что не разжиешь. Вы и представить себе этого не можете. Вы просто никогда ничего подобного не ели. Простите, вы хотели сказать... Сделайте одолжение, не перебивайте. На ужин мы выбрали джентльмена из Детройта по имени Вокер. Он был превосходен. Я даже написал об этом впоследствии его жене. Выше всяких похвал. Еще и сейчас, как вспомню, сленки текут. Разве что самую малость не прожаренный, а так очень, очень хороший. На следующий день к завтраку был Морган из Алабамы. Прекрасной души человек ни разу не приходилось ответовать подобного. Красавец собой, образован, отменные манеры, знал несколько иностранных языков. Словом, истинный джентльмен. Да-да, истинный джентльмен, и при том необыкновенно сочный. На ужин подали того самого древнего старца из Орегоны. Вот уж кто и впрямо казался негодным обманщиком. Старый, тощий, жесткий, как мочало. Трудно даже поверить. — Я не выдержал. — Джентльмен, — сказал я, — вы как хотите, а я подожду следующего. Ко мне присоединился Граймс из Иллинойса. — Господа, — сказал он, — я тоже подожду. Когда изберу человека, имеющего хоть какое-нибудь основание быть избранным, буду рад снова присоединиться к вам. Скоро всем стало ясно, что Дэвис из Орегона никуда не годится. И чтобы поддержать доброе расположение духа, воцарившееся в нашей компании после съедения Гарриса, были объявлены новые выборы, и нашим избранником на этот раз оказался Бейкер из Джорджии. То-то мы полакомились. Ну, а дальше мы съели одного за другим. Дулитла, Хокинса, Маклрое. Тут были неудовольствия, слишком малый худ. Потом Пенрада, Двухсмитов, Бейли. У Бейли одна нога оказалась деревянной, что, конечно, было весьма некстати. Но в остальном он был неплох. Потом съели юношу-индейца, потом шарманщика и одного джентльмена по имени Багминстер. Прискучнейший был господин без всяких достоинств. К тому же весьма посредственного вкуса. Хорошо, что его успели съесть до того, как пришла помощь. Ах, так значит, помощь пришла? Ну да, пришла. В одно прекрасное солнечное утро, сразу же после голосования. В тот день выбор пал на Джона Мерфи. И, клянусь, нельзя было выбрать лучше. Но Джон Мерфи вернулся домой вместе с нами, цел и невредим, в поезде, что пришел на выручку. А вернувшись, женился на вдове мистера Гарриса. — Гарриса? — Ну да, того самого Гарриса, что был первым нашим избранником. И представьте, счастлив, разбогател, всеми уважаем. — Ах, да того романтично, прямо как в книгах пишут. А вот и моя остановка. Желаю вам счастливого пути. Если вы берете время, приезжайте ко мне на денек-другой. Буду счастлив вас видеть. Вы мне понравились, сэр. Меня прямо таки влечет к вам. Я полюбил вас, поверьте, не меньше Гарриса. Всего вам хорошего, сэр. Приятного путешествия. Он ушел. Я был потрясен, расстроен, смущен, как никогда в жизни. И вместе с тем в глубине души я испытывал облегчение, что этого человека нет больше рядом со мной. Несмотря на его мягкость и обходительность, меня всякий раз мороз подирал по коже, как только он устремлял на меня свой алчный взгляд. А когда я услыхал, что пришелся ему по вкусу и что в его глазах я ничуть не хуже бедняги Гарриса, мир праху его, меня буквально объял ужас. Я был в полном смятении. Я поверял каждому его слову. Я просто не мог сомневаться в подлинности этой истории, рассказанной с такой неподдельной искренностью. Но ее страшные подробности ошеломили меня, и я никак не мог привести в порядок свои расстроенные мысли. Тут я заметил, что кондуктор смотрит на меня, и я спросил его, кто этот человек. Когда-то он был членом Конгресса, и при том всеми уважаемым. Но однажды поезд, в котором он куда-то ехал, попал в снежный занос, и он чуть не умер от голода. Он так и сголодался, перемерз и обморозился, что заболел, и месяца два-три был не в своем уме. Сейчас он ничего, здоров, только есть у него одна навязчивая идея. Стоит ему коснуться своей любимой темы, он будет говорить, пока не съест всю компанию. Он бы и сейчас никого не пощадил, да остановка помешала. И все имена помнит на зубок. Никогда не собьется. Расправившись с последним, он обычно заканчивает свою речь так. Подошло время выбирать очередного кандидата на завтрак. Ввиду отсутствия других предложений, на сей раз был избран я, после чего я выступил самоотводом. Возражений, естественно, не последовало. Просьба моя была удовлетворена. И вот я здесь, перед вами. Как легко мне снова дышалось. Значит, все рассказанное — это всего-навсего безобидные бредни несчастного помешанного, а не подлинные приключения кровожадного людоеда.